причем на иконке нормальная винтовка и пистолет тоже на иконке нормальный как будто у Хана Соло такой пистолетик А, на это.. Давай закинь давай в одну команду чего? В одну команду зашёл сейчас попробуем так это у нас по-моему фейк консоль prevent victory game rules Kill all units, fall damage. Что-то я забыл. Все... Эм... Мбм. По-моему, здесь можно только открыть героя для тебя. А, ну ладно тогда. А как? Нет, стой. Team 1, Friends Team 2. А, может, вот это? Давай за героев поиграем. Откроем героев. Сейчас, попробуем. А, никто не смотрит. Герой, 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 герой. Что-то я забыл. А где это было? Пам-пам-пам-пам-пам-пам! Па-бам-пам! Kill all units... А, вот. Ну как? А как его теперь выбрать? Не знаю, кстати. Чё, он открылся? Ну там Вейдер было написано. Вы можете переглядеть за Вейдера. Я нажал F1 и у меня... Не происходит ничего. Ща посмотрим. Очень странно, я не мог... Ща, F1, консола. Я распавлюсь. Ща, через... Ща, погоди. Так, блин, куда я зашёл? А, фейк консоль. Так... Где же этот герой-то? Помню, в первой части герои бессмертные были. Вот бы здесь можно было, типа, всегда за героев играешь. А нет, в настройках этого нельзя сделать. Ты не можешь меня за рту? О, можно Влад! Мы сейчас все за одну команду. А. Да. Ты... Ты играешь за мою команду? Ну я вроде этот. Ребел? Нет, имперец. Странно. Ты уверен? Возродись. Так что жарко стало, окрепно. Да, я имперец. Странно, может я тоже сейчас за империю приду? Да нет. За Хан Соло. Сейчас тебе попробую герой активировать. Фуок. Давай в робо вернись. Интересно получится. О, я за Ребелсов начал. О, все, мы теперь за одну команду. Все надо быстренько их вынести и переходить к следующей карте. Это... О, вот это скорострельное оружие у Хана Соло, я понимаю. Это голос Хана Соло, я просто не помню, какой у него голос. Так, а тут можно как... Чё? Я не помню, насколько у него хорошая здесь озвучка. О, тут эти работают ловушки для AT-AT. Чё, у меня игра вылетела опять? Ну чё за... Реально, странно. Ладно, сейчас последнюю карту, короче, и спать. Да? Угу. Так, сейчас. Какую карту сыграем? А, Котор, я хотел Котор. Котор какую-нибудь, любую карту. Мон Каламари тут есть, я хотел Мон Каламари, тут нет Мон Каламари. Зато только Мустафар какая-то странная, только на ней нет Котор. Где? Ну вот, на Каширике. Вот, кстати, космические битвы за Котор вообще скучные. Можно в Цитадели сыграть. Короче, да. Конквест Цитадель. Всё, стартую. Можешь ко мне присоединяться. Угу. Снайперы вообще какие-то неэффективные, конечно, здесь у них. Подсвечиваться откуда они стреляют. Всё, начинаю игру. Да, текстурки тут, конечно, не такие, как в первой части. И Skybox другое, и небо прям такое тёмное. В первой части, по-моему, светленькое было. Наверное, у Схота взяли небо или откуда? Оно как будто ночное прям. Например, тут очень светло. Помню, когда мне было лет 9 я играл на этой карте в последний раз. Это было классно. Так классно было это. Помню. 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 Такие классные бои тут были. А, в Шаги Академия обязательно поиграть будет. Нет, я хочу в Светтор поиграть. Это просто жесть. Светтор хочет? Да ну, она... Я, кстати, начал... Я вот видел, да, я в скайпе немецкий язык поставил. Я ничего не знаю по-немецки. Просто... Я знаю, что ты по-английски шаришь. У тебя английский канал. Я по-немецки просто, типа, ну, знаешь, выйти из зоны комфорта. Так, не знаю, микрофон нормально работает? Типа, выйти из зоны комфорта, все дела. Ага. Вот, поэтому на немецкий переключил. Да, конечно, карта стала намного уродливее, чем в первой части. Даже видно, границы карты, они плоские. В первой части там туман вроде был. И в первой части можно было зайти в эти углубления. Я помню в детстве представлял, что я этот... Египетский фараон, которого положили в саркофаг. Помню, я еще летал по этой карте, на голову джедая вставал. Представлял, как этот джедай... Ты уже зашел, да? Да. Как вот этот джедай берет меч. Меня так вот удивлял его меч. Такой большой меч на полтора метра меч у нас. То есть... И он к тому же вообще не джедайский меч. А какой-то такой... Настоящий. Да, это странно. Причем он... Блин. Ну по-моему здесь какой-то джед... Обычный рядовой юнит, который носится по карте как... Обладатель силы и прыгает. Нет, я говорю про статую. Статую. Видите как? А, я думал про этих. Про этих-то да. Они какие-то странные с мечами. Я говорю про то, как я... Когда мне было 9 лет... Впервые эту карту увидел! Вот черт! Стоп! Отсюда нет выхода? Вот я помню тоже в детстве любил прыгать сюда. И... Понимать, что нет выхода тут. Я всю эту карту облетал. Просто всю. И да. Мне нужно открыть этих ребят, чтобы за них сыграть. Тарксайд адепт довольно сильный. Ну ладно. Как открывать? Убивать просто очки. Это надо... Сделать больше очков. Потому что... Ну реально там нужно столько очков, чтобы открыть это. Что просто не хватает. Нужно больше очков настроить. Но у нас времени мало. Завтра уже. Завтра же толпой будем играть. Завтра? Может в Майнкрафт буду играть? Не знаю. А может я сейчас... Завтра у меня такой напряженный день. Поскольку я домой приду, я не знаю. Гранатками всех закидаем. Вот это укрытие... Майнкрафт скучный. Что говоришь? Майнкрафт скучный. Политические сервера нет. А, точно. Ты же... Не вспомнил. Я тебе говорил, как я примерил роль адвоката там. Вот кстати странно. У снайпера здесь оружие из Jedi Academy. То есть... За четыре тысячи лет до Jedi Academy у него оружие из Jedi Academy. Правда он стреляет вообще... Никак из Jedi Academy. А... Патрончиками. Ой, я забыл, что мы за Империю играем. Полез. Повстанцем. Ой, и к повстанцам, к республике. У этого еще щит. Черт. Это реально щит. У него щит. О, я играю за Чундара. Обожаю Чундара. Это самый сильный герой, по-моему, в Которе втором. Он любого джедая уделает. Да. Если б ты поиграл в третий Battlefront, тебя бы так бомбило. Почему? Потому что самый слабый персонаж там, блин, это... Палпахин. Да? Да. Там потом по слабости идет Вейдер, потому что он медлительный. По-моему, там Вейдер самый слабый. Нет, Вейдер чуть посильнее Палпахина. А потом идет... Ну, который самый сильный, это Палпахет. А, ну да, видел. Там 150 киллов за него делали, что-то. Да, ну да. Вот, кстати, тут тоже слабый Палпахин. Он один на один очень сильный в героях, потому что он может душить и бить одновременно. А против обычных юнитов он слабый. Ну, разве что... А я веду твоим мечом, да? Да, но он слабый. А в этом, в третьем Баттлфронте у него нет светового меча, он только молниями херачит. Он здесь, кстати, как этот, как Старкиллер, может заряжать свой световой меч молниями и прыгать. Так, я как вижу, мы проигрываем. Вот что мне, кстати, не нравилось вот тут. В первой части, если ты один оставался, да? Одну очко оставалось, то все боты умирали. А ты оставался, ты как бы мог выиграть еще эту схватку, да? А здесь, если остается одну очко, то какой-нибудь бот умирает и все. И ты проигрываешь, хотя ты жив. В первом Баттлфронте такого не было. В первом Баттлфронте если ты один остался, то у тебя еще есть шанс. Не знаю, я, кстати, в первой не играл. Ну вот я на этой карте именно в первой играл. На второй его нет, на этой карте, соответственно. Только с модом. Восемь бот. Или в Баттлфронте, наверное, вообще древний. Здесь у нас, да, сколько гигабайт модов? Сама игра сколько весит? По-моему, гигабайт 4 она весит, ну 3, да? А у нас 30 гигабайт, 30! То есть, сам понимаешь, сколько тут модов. Да. О, я за этого играю. За кого? За этого, за Албара. О, го дуэльку. Ты где? А у тебя последняя очка. Блин, я не успею. О, это ты? Не убивай только никого. Не убивай. Я за Вуки играю. Не убивай там, Фёбар. Окей, а где тебя найти? Я в центральном зале. Самый центр, шестой. Ты где? У меня мало ХП меня покоцали. Я сейчас сдохну тут от того, что ожидаю. Ты где? А ты там за колонной прячешься, а не ты? Нет, я бегу. Вот чёрт, а. Нет, не бежу. Ой, ладно. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вы этого ещё не сделали. Ладно, пока. Давай, этот. Завтра, как у тебя будет время, звони. Я завтра реально буду в два дня по своему времени. По твоему времени.